Тема моя звучит так. Роль социалистического государства в становлении коммунистического общества. Ну, я сразу хочу сказать, что, казалось бы, коммунистическое общество на своей высшей фазе это бесклассовое общество, где не будет государства. Оно отомрет, как Энгельс писал еще в своих многочисленных работах, в первую очередь в происхождении семьи, частной собственности государства, в антидюринге и в других трудах. Но вот здесь, мне кажется, стоит разобраться, как оно отомрет и какие противоречия на пути этого отмирания будут встречаться. И уже встретились, на самом деле, если мы будем говорить о советском социалистическом государстве, а это реальный опыт строительства социализма, как бы к нему кто ни относился. Значит, ну, во-первых, стоит напомнить о сущности государства по марксизму. Ну, всем известно, все это знают и все это здесь читали, как определял Маркс, Энгельс и Ленин государство, что это политическая организация экономически господствующего класса, которые организуют жизнь общества в интересах этого класса и охраняют порядки, угодные этому классу господствующему. То есть, любое государство, оно одновременно является и демократией, и диктатурой. Диктатурой для тех, кто не господствует, и демократией для тех, кто господствует. Казалось бы, это очевидная истина, но она постоянно забывается. Но вот, в частности, в сегодняшнем выступлении, ну, от того же Майданского, звучала мысль о том, что вроде вот государственная собственность, это не то же самое, что общественная собственность. И, ну, вообще, вот государство, это как некое такое самодавлеющее над обществом некая структура, которая приводит вот к отчуждению и, в общем, тормозит путь к коммунизму. Ну, как-то так это рассматривалось, не показывая и не указывая, о каком государстве конкретно идет речь. Да? Говорят, иногда классовая сущность государства, ну, вроде что там классовая, но она ведь проявляется повсюду. Вот у нас сегодня закон собираются издавать, согласно которому, или, может, уже издали олигархов, которые имеют 3 миллиона рублей в день доход у Ротенберга, у Сечина, у Миллера и прочих известных нам людей, их освобождают от налогов, потому что они пострадали от санкций. В то время, как трудящимся даже не могут проиндексировать элементарно заработную плату, то есть на это денег нет, денег нет, но вы держитесь. Вот она вот сущность государства. Кому государство в 2008 году деньги давало? Наше государство, банкам в первую очередь. То есть любое государство это, безусловно, организация экономически господствующего класса. И, конечно, это касается и собственности, когда мы начинаем рассматривать вопрос о собственности. Вот Энгельса часто цитирует фразу из антидюринга, где он говорил о том, что действительно о государствлении это просто первый шаг к обществлению. Это правда, но я хочу эту фразу целиком прочитать, потому что из этой фразы, на мой взгляд, иногда делают неправильные выводы. Дескать, ну вот Энгельс, он чуть ли не против государственной собственности был, и вроде как государственная собственность это что-то не то. А вот смотрите, как эта фраза полностью звучала. А современное государство, опять-таки, есть лишь организация, которую создает в себе буржуадное общество для охраны своих общих внешних условий капиталистического способа производства, от посягательств как рабочих, так и отдельных капиталистов. Современное государство, какова бы ни была форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше возьмет производительных сил, оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем более число граждан будет оно эксплуатировать. Значит, и вот написано, государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она может содержать в себе формальное средство, возможность его разрешения. То есть, и вот дальше, это разрешение может состоять лишь в том, что общественная природа современных производительных сил будет признана на деле, и что следовательно способ производства, присвоения и обмена будет приведен в соответствии с общественным характером средств производства. То есть, когда он говорит о государстве, он говорит о буржуазном здесь государстве, а не о социалистическом государстве. И поэтому, когда мы начинаем говорить об общественной собственности или государственной собственности, я согласен, что, конечно, сводить общественную собственность просто к государствению, даже если это социалистическое государство, это недостаточно. И Ильенков, вот уже цитированный здесь работе «Маркс и западный мир», и еще у него была работа «Егель и отчуждение», совершенно правильно различал формальное и реальное об обчислении. Это верно. Но противопоставлять собственность социалистического государства, общественной собственности, это, на мой взгляд, не вполне верно. И у нас вот очень часто имеются крайности, да, либо мы полностью государственную собственность вводим к общественной, либо противопоставляем. Но я хочу на что обратить внимание, что ведь если мы исходим из классовой природы государства, то оно, национализируя свою собственность, значит, средства производства, собственно, и выражает интересы общества. Потому что на этапе, когда произошла революция социалистическая, другого-то инструмента еще нет у пролетариата. И причем, вот я хочу еще обратить внимание, еще ведь вопрос об обчислении очень важный понимать. Об обчислении, оно является, это двоякий процесс. Это об обчислении труда, да, об обчислении производства и об обчислении собственности на средства производства. И вот здесь, когда мы говорим о формальном об обчислении, да, это об обчислении собственности на средства производства. Когда собственность переходит в руки победившего рабочего класса. Да, и для того, чтобы это формальное об обчислении стало реальным, необходимо, чтобы производительные силы, соответственно, наполнили вот эту форму, и тогда у нас будет реальное об обчислении уже неопосредованно никакими механизмами. Так вот, я хочу здесь на чем остановиться? Что вот в этом процессе реального об обчислении, формальное об обчислении, со всеми его, так сказать, противоречиями, это очень важный, и пусть не окончательный, но необходимый момент. Без формального об об обществлении, социалистическим государством собственности на средства производства, как его там, бюрократическое, небюрократическое, невозможно двигаться к об обществлению реальным. И поэтому, когда мы так или иначе преуменьшаем, я согласен, нельзя ни в коем случае сводить просто автоматически. Вообще, на мой взгляд, государственная собственность это понятие, ну, если угодно, очень относительное. Потому что собственность Газпрома и собственность советского государства это разные вещи. Вот, но понимаете, все-таки вот так говорить, что социалистическое государство это, дескать, вот не общественная собственность, а что-то там другое, это, на мой взгляд, ну, в общем-то, идти против марксизма. И не зря Ленин в работе «Грозящая катастрофа» и «Как с ней бороться» говорил, социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическое монополие, но обращенное на пользу всего народа. И постольку переставшая быть капиталистической монополией. Вот она диалектика. Теперь возникает вопрос, мы сказали о социалистическом государстве, каким оно должно быть. И здесь принципиальным вопросом марксистской теории является вопрос о сломе государственной машины. Ну, во-первых, Маркс еще в критике Годской программы, это тоже все знают, сказал, что между капитализмом и коммунизмом лежит период диктатуры пролетариата. Кстати, тут тоже разные есть нюансы. Некоторые спорят о том, что коммунизм имелся в виду, включая две фазы, потому что часто Маркс употреблял социализм в смысле движения, в смысле политического движения, политического учения. А, значит, социализм как низшую фазу коммунизма как бы сводил и объединял в коммунизм. То есть тут тоже есть дискуссии. Я, например, сталкивался с тем, что неоднозначно этот вопрос понимаю. Наверное, тоже отдельно стоит рассмотреть, хотя, на мой взгляд, в любом случае, любое государство, оно все равно будет в диктатуре того или иного класса. Ну, не пролетариата, но рабочего класса точно. Потому что пролетариат при социализме, он перестает быть пролетариатом, классом наемных работников, который лишен средств производства. Поэтому, может быть, в терминологическом смысле диктатура пролетариата правильнее ее употреблять действительно, как период перехода от капитализма к низшей фазе коммунизма. А на этапе низшей фазы коммунизма диктатура рабочего класса, которая, кстати, будет не сколько репрессивную функцию, хотя и эта функция тоже будет, сколько хозяйственно-организаторскую функцию, то есть развитие производительных сил и дальнейшее обобщисление. И вот важный момент. Идея слома. То есть, что это значит, идея слома? Это тоже идея понятная, но многие забывают, что не новое государство, не правительство там хорошее или честное, а принципиально новое государство по своей сути, по своей структуре. Да, государство советского или коммунального типа. И вот Марксон в работе о парижской коммуне выделял, в общем-то, признаки, вот такие признаки, как полная выборность и сменяемость в любое время всех органов должностных лиц, особый классовый состав, то есть диктатура пролетариата, органы государства должны доминировать рабочие, отсутствие принципа разделения властей, лишение политических функций, полиции чиновников, лишение государственных служащих привилегий, производственный принцип, если мы уже позже будем советы рассматривать, и вместо, и Ленин эту мысль всегда подчеркил, вместо аппарата чиновников, организация вооруженных рабочих. И в этом смысле Ленин и Маркс говорили, что вот это социалистическое государство, диктатура пролетариата, будет государством каким? Отмирающим. То есть уже вроде полу-государство, но не это как угодно, оно отмирающее государство. Но с другой стороны, тот же самый Ленин и тот же самый Маркс говорили о необходимости учета и контроля. Причем жесточайшего учета и контроля, потому что социализм, как низшая фаза коммунизма, с его основным принципом распределения по труду, то есть каждый человек получает столько, сколько он внес в общественное, внес общественного богатства. А для этого, чтобы распределять по труду, необходимо опять-таки что? Во-первых, если мы говорим об общественной собственности, все общество превращается в некую такую единую, единый хозяйствующий субъект. Не товарный там социализм, как нам иногда говорят, с частной собственностью, это не социализм, а именно единая общественная собственность. Единый хозяйствующий субъект, развивающийся сознательно. Особенность социализма еще и в этом заключается, что он строится сознательно. И таким образом вот эта необходимость учета и контроля порождает, уже даже в теории этому просматривается, и возможно первоначальное усиление государства на этапе приближения материально-технической базы уже в высшей фазе коммунизма. То есть тут вот уже даже на этапе теории, для того, чтобы все это контролировать, учет и контроль, управление, плановое развитие, уже есть такая гипотетически в теории опасность определенного слоя появления. Я не говорю сейчас, бюрократия это конечно никакой не класс, но определенный социальный слой опасности уже есть на этапе теории. Да? И если мы идем... Регламент не вышел еще? Нет, нет. Не вышел еще регламент. Вот. И если мы будем двигаться дальше, то здесь получается... Это не нравится. Я за. Значит, давайте не перебивать, я всех добросовестно слушал, в том числе и тех, с кем я не был согласен. Да, я как, в общем-то, сторонник Сталина за плюрализм выступаю всегда. Вот. Поэтому... Да, поэтому... Можно всегда ждать, что ты светил. Так значит, следующий момент-то какой? Что таким образом, для того, чтобы развить производительные силы до уровня, когда можно говорить о полном отмирании государства, необходимо, получается, первоначально-то государство усиливать, социалистическая диктатура пролетариата. И вот я Сталина не зря вспомнил. Тезис Сталина многократно осмеянный. Я знаю, здесь сейчас кто-то там улыбнется, дескать, вот там Сталин. А ведь он глубоко диалектический, когда Сталин на своей речи, на итоги первой пятилетки сказал, что отмирание классов будет достигаться через обострение классовой борьбы, отмирание государства будет достигаться через усиление государства. И это так и есть, понимаете? Нельзя создать материально-техническую базу сразу, не усиливая в определенной степени социалистического государства. И поэтому, а в Советском Союзе это все еще усугубилось таким моментом, как отсталость техническая. И вот тут получается, что с одной стороны, социалистическое государство является отмирающим, ну по понятным причинам, то, что я говорил, потому что оно уже ликвидирует эксплуатацию человека человеком, буржуазную эксплуатацию, соответственно, и является советским. Но с другой стороны, для того, чтобы развить производительные силы до уровня полного коммунизма и, следовательно, полного отмирания государства, оно необходимо должно усиливаться. Особенно, если мы имеем сложные конкретно исторические условия. То есть, вот она диалектика противоречия. То есть, государство для того, чтобы упразднить само себя, должно первоначально усиливаться. Вот, казалось бы, такое противоречие, но, тем не менее, мы прекрасно видели, что, в общем-то, это противоречие, оно отражает жизнь. И вот, если мы возьмем 30-е годы, те же самые, да, ну можно много говорить о том, что делали неправильно, какое там было отчуждение, неотчуждение. Но я могу одно сказать. Если бы не усиление того социалистического государства, которое было, со всеми его плюсами и минусами, то социалист бы просто не выстоял в ту же самую Великую Отечественную войну. А, может быть, не выстоял еще и раньше. В результате кулацких, например, возмущений. Ведь, наверное, тоже свернули не от хорошей жизни. Не потому, что захотели свернуть и свернули. А потому, что противоречия уже настолько обострились. Потому что, извините, те же самые кулаки убивали скот, что вызывало голод. Потому что те же самые кулаки совершали поджоги. Да, это кто такие кулаки? Буржуазный тот же самый элемент. Поэтому здесь, как мне кажется, вот это учитывать необходимо. И вот это, на самом деле, основное противоречие социалистического государства, противоречие его как государства отмирающего, а оно не может быть государством отмирающим, и как государство усиливающее. Потому что, если оно не будет усиливаться, оно не создаст материальные условия для своего отмирания. И мне кажется, что вот эту мысль очень важно понимать. Вот, кстати говоря, про опыт СССР, ну, можно говорить о централизме. Ну, вот я, например, скажу, к примеру, здесь, значит, вспоминались чистки. Да, что такое чистки партии? У нас почему-то, значит, говорят, что чистки, это значит расстрелы. Да, еще две минуты. Вот, чистки, это значит расстрелы. Да, но на самом деле это же была процедура, когда, значит, собирается собрание, и смотрят, кто достоин быть членом партии, кто недостоин, и вычищают тех, исключают, то есть из партии вычищают, не уничтожают, а исключают из партии, тех, кто недостоин. Понимаете, какой момент? Это демократическая процедура, и в этих собраниях участвовали рабочие, скажем, со всего завода, а не только члены партии. Я протоколы вот этих чисто читал, там все живо обсуждалось. А чем они у кого-то, скажем? Да хотя бы классы учитьем, понимаете? Это тоже, это учеба, школа управления. Не все сразу, как Ленин говорил, что мы не утописты, и понимаем, что каждая кухарка вот в сию минуту не научится управлять государством. Но наша задача ее научить, а научить-то можно через практику. Поэтому вот, мне кажется, здесь, ну и роль профсоюзов, тоже здесь можно много приводить примеры. Общественные фонды потребления, когда, в общем, прибавочный продукт распределялся через всех трудящихся. И когда мы сравниваем, допустим, зарплаты в США и в Советском Союзе, надо понимать, что в Советском Союзе львиная часть дохода, она бесплатно уже шла, там образование, медицина, то же самое, жилье, ну, низкие тарифы, ну и так далее. Значит, какой вывод? Я немножко о современности скажу. Сегодня, конечно, ситуация у нас такая, что если сто лет назад был политический субъект, готовый двигаться к революционному преобразованию общества на социалистических началах, но не доставало развитости в экономике, то сегодня, в принципе, производительные силы, они для коммунизма созрели. Но не хватает как раз-таки того самого сильного развитого политического субъекта. То есть, конечно, есть политические силы, но они недостаточны еще. Рабочий класс, к сожалению, у нас пока класс в себе, а не класс для себя. И в будущем, вот на мой взгляд, это, ну, может быть, моя субъективная точка зрения, может быть опасность, то, что даже в условиях победы, социалистической революции, например, да, ну, как это будет происходить, не буду уточнять, то есть, понятно, что мы за мирный процесс, вот, ну, а как пойдет, это уже зависит не только от нас. Так вот, можно столкнуться с тем, что люди просто, ну, сами будут, как бы бежать от ответственности, к сожалению, такое тоже есть, да, как это Эрик Фром еще это называл, бегство от свободы. Такая опасность есть, но бесспорно, конечно, сейчас производительные силы, они гораздо более развитые, и если сто лет назад было легче начать, но сложнее завершить процесс, да, то сегодня, как раз таки, начать сложнее, а завершить процесс социальных преобразований будет легче. Вот, ну, а начинается этот процесс, он, конечно, сегодня. Вот правильно здесь Александр Владимирович говорил, да, ассоциированный труд, да, и что это значит? Самоорганизация. Вот социализм, он ведь с неба не упадет, и ресоветизация сверху, она не будет происходить. Это надо понимать, это результат низовой активности, в первую очередь, нас самих, да, представителей людей труда, а мы здесь трудящиеся. Я, например, считаю, что преподаватель, он тоже пролетарий, потому что он наемный работник, не владеющий средствами на собственность и эксплуатируется. Ну и, кстати, вот, и, кстати говоря, между прочим, между прочим, по уровню зарплаты тоже недалеко от заводского рабочего, если российский пример брать. Вот, поэтому мне кажется, что вот сегодня людям, которые так или иначе себя считают левыми, там, марксистами, коммунистами, как раз и необходимо вот способствовать той самой самоорганизации трудящихся, потому что социализм начинается с борьбы за свои права, а сегодня юбилейный год. Мы, как работники сферы образования, это можем использовать и в своих вузах организовывать, вот как-то здесь это организовано, очень замечательное мероприятие, и мы у себя, каждый в своем вузе можем использовать и организовывать мероприятие по столетию Великой Октябрьской революции и, в общем-то, и пропагандировать, в том числе и студентам, и интересующимся нашу позицию. Спасибо, у меня все. Спасибо, вопрос, очень такой интрибующий доклад. Так, давайте, Василий Дмитриевич, быстренько то поговорим. Вот там реплика, конечно. Меня немножко скривожило, что сталинист-ус-8 и антисталинист-ус-галин сошлись в совершенно главном вопросе. Мне кажется, что тут не кто-то из них ошибается, они, наверное, оба ошибаются. Суть вопроса очень простая. Вот Вы говорите, что социалистическое государство это не то, что буржуазное государство. А Ленин пишет черным по белому государству революции, что остается буржуазное право без буржуазии и буржуазное государство. На самом деле, никакого другого государства, специально социалистического, быть не может. В общем, другими словами, был в споре Ильянкова-Скрун-Рога о том, существует ли социалистический товар и действительно ли он не ведет к возрождению капитализма. На чьей стороне? Крун-Рога или Ильянкова? Не Ильянкова, конечно. А, вы понимаете, товар и на стороне Ильянкова вопрос о государстве на стороне Крун-Рога. Ну, идея слова государственной машины, понимаете, это, мне кажется, уже начинается как назвать, да, вопрос как назвать. У Ленина и у Маркса написано буржуазный по принципу, но не по целям деятельности. Буржуазное право по принципу. Кстати, о государстве там этого не было. Право. Буржуазное по принципу буржуазное право, но не по целям деятельности. А о государстве Ленин прямо говорил, что это организация вооруженных рабочих вместо чиновничьего государства. И Ленин во всех, вот я сейчас специально перечитываю все тома его за 17-й год. Он везде подчеркнет, что мы и замены его государством вооруженных рабочих. Это все везде. А рабочих, это же буржуазный класс. Можем вопрос? Можем вопрос. Усиление государства, которые проинтересованы, и усиление бюрократического аппарата, это что, по-вашему, одно и то же? Это не одно и то же. Усиление государства, это наоборот. Как раз и есть процесс слома вот этой самой бюрократической машины. Правильно. Усиление государства, как процесс слома, но для того, чтобы поднять производительные силы, централизация государства, она неизбежно нужна. А централизация таит опасность в себе, в том числе и бюрократизация. А в том числе, это слом, а на деле, это что, бюрократизация. Правильно я вспомнил? Можно продолжать вот это, мне кажется, что это продолжение. Вы как бы тут вот очень дилектически рассуждаете, но получается так, правильно, была война грядущая, поэтому усиливали государство, усиливали армию, централизацию. И это понятно, в войне поэтому победили. У вас же те же процессы должны привести к тому, что государство там нет. Вот на сегодня самое такое сильное в этом смысле государство, это Корея. Вот они уже на грани, наверное, от того, чтобы завтра началось отмирание государства. Или просто их разбомбят, государство не будет. Самого сильного государства. Да, ну я же специально подчеркнул, что отмирание через усиление, усиливающиеся государства, создает экономические предпосылки отмирания. А политические? А политические это развитие вот именно того элемента, который я назвал отмирающим государством. Это в том числе партийные чистки, которые я брал в Советском. Это орудие подавления. Подавление. Подавление все и пробок, да, чувствую? Я говорю, а дальше оно отмирает уже. Дальше усиливаются где самые общественные организации. Ну процесс отмирания, он же не единомоментный. Вот мы подавили всех и отмирает. Да. У нас было статистическое государство, согласно классикам, это государство вооруженных рабочих. У нас было статистическое государство, которое мы вот печально так утратили в 1921 году. Правда? Тогда не поясните, вооруженное государство в Новочеркасске расстреливало само себя? Нет. Может ли оно так отмирало? Это аппарат бюрократический. Нет, бюрократический государство имело в себе противоречия. Я, по-моему, об этом даже очень не сказал в своем выступлении. То есть оно имело в себе противоположные тенденции. И тенденция шла в то, что я говорил о государстве как отмирающее, да, и создающее, значит, базу для дальнейшего продвижения к коммунизму. И государство, которое усиливалось в условиях, что я называл, обособленные номенклатурные слои. То есть, значит, работники расстреливали в порядке усиления государства. Рабочих, во-первых, расстреливали тогда, когда уже тенденция вот этого отката назад не бюрократическая, я бы сказал, буржуазная, возобладала. А я напомню, что и от диктатуры пролетариата уже к тому моменту отошли. А второе, я вам хочу сказать, она была на самом деле в Советском Союзе на протяжении всего Советского Союза пролетариата. Пролетариат там себя расстреливал. Дайте я вам отвечу, вы же не даете ответить. Понимаете, вот буржуазное государство может отдельных капиталистов подавлять. Подавлять может. А могут случаться эксцессы в социалистическом государстве подобного рода? Могут или нет? Или оно должно вот прямо вот, если социалистическое, то все, то оно вот всегда... своей деятельности буржуазное государство обеспечивает прибавочную стоимость капиталистам, а социалистическое государство обеспечивает прибавочный продукт, который уходит к грудящимся. Вот по целям оно отличается. Гитлер тоже профсоюз создал. Радость через силу. Гитлер кто спонсировал Гитлер? Скажите, пожалуйста, каким монополием служило Советское государство и каким монополием служил Гитлер? Советское государство само было одной крупной монополией. Для кого? К кому уходил прибавочный продукт? От гитлеровского режима прибавочный продукт уходил капиталистам, немецким и другим. Уходил, уходил. И платили, спонсировали его миллиардеры. Хорошо, спасибо. Вы хотите что-то сказать? И будем завершать. Снимал Максимович Баксаров. Вопрос такой. Но рабочий класс, это же продукт класса общества, это класс родственного общества. Он, получается, должен себя уничтожить как класс, как он себя уничтожить? Он сказал, я говорил, пролетариат. Так он себя как класс сохраняет, когда он подавляет бюджет. Как он себя должен уничтожить? Пролетариат, который класс наемных работников, лишенный средств производства, ему нечего терять капиталистов. У него нет никакой собственности. Понимаете? И когда пролетариат приходит к власти и подавляет капиталистов, ну мы сейчас уже берем низшую фазу коммунизма. Он уже, ну как вам сказать, ему, он уже все, его никто не эксплуатирует. И он становится просто, ну, трудящийся социалистическим обществом, можно так сказать. Вот. И в том вся и особенность пролетариата, что он не стремится стать новым эксплуататором. То есть интересы пролетариата не то, чтобы самому сесть на шею и превратиться в эксплуататор, а в том, чтобы было бесклассовое общество. Так, получается, ну, анаркный синдикат, допустим, он кого эксплуатирует сам себя на предприятии. А в рамках, например, Советского Союза, чтобы нация эксплуатирует сама себя. Что, давайте мы тогда определим, что это эксплуатация. Эксплуатация – это присвоение результатов чужого труда. Ну, вы вот сами произвели и сами присвоили. Вы сами себя эксплуатируете. Ну, а кого это... Ну, то есть вы сами себя эксплуатируете. То есть вы купили, ну, допустим, произвели что-либо, да, и сами это присвоили. И вы сами себя эксплуатируете. Если я мелкий буржуй, то я сам себя эксплуатирую. Все. Нет, ну, давайте так определяться. Сейчас нам в порядке. Все.